Здравствуйте, дорогие друзья! С вами библейский портал Экзегет, священник Стахик Латвин. И сегодня мы с вами разберем один единственный стих. Каждое слово Христа важно для нас. И даже имея любовь к Священному Писанию, и уж тем более, если эта любовь не так часто проявляется, и мы редко открываем Евангелие, и редко читаем, редко внимаем, порой мы можем пробежать через текст. Даже прослушав на службе или дома, прочитав, открыв, и даже посмотрев какие-то толкования в интернете, мы можем что-то упустить. Поэтому очень важно внимать каждому слову евангельскому. Сегодня мы с вами разберем один стих, он достаточно длинный, и очень большое значение, и очень дискуссионная, в том числе нету даже единомыслия между современными богословами, толкователями, между отцами церкви даже тоже были разногласия про милостыню. Давайте прочтем Евангелие от Матфея, 6 главу, 1 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного». Господь вообще не говорит «берите там, творите милостыню». То есть Он сразу говорит, как делать не надо. В принципе, Господь нам говорит действовать по любви. И Он нам подсказывает, как лучше по любви действовать. То, что сейчас мы живем в 21 веке, нам эту заповедь куда проще выполнять. Для нас не нужно, как святитель Николай Мерликийский, там тайком ночью подбрасывать мешочки с золотом, там форточку. Зачем? Зачем берешь и заходишь на сайт благотворительного фонда, жертвуешь на какой-то сбор, и человек даже не знает, кто ему вот эту гигантскую сумму собрал на операцию. К примеру. Поэтому эта заповедь нам порой только кажется, вот мы прибедняемся, да, вот в древности не было там электричества, за то, как вот было все тихо, мирно и легко спасать свою душу. Вот этот стих нам показывает, что сейчас, в 21 веке, в каких-то моментах душу куда легче свою спасать. Нам не мешает, а помогает, помогает, вот прогресс, помогает современные технологии. А поэтому, дорогие братья и сестры, уже вот этот стих, прежде чем даже погружаться в тену милостыни, он должен нас удалить немножко от гордости. От гордости, что я вот спасаюсь в таких тяжелых условиях, такого падшего века, что вот уже скоро там второе пришествие, и поэтому мир в огне сгорит, и то есть я могу особо не напрягаться. Все равно все грешники вокруг. Нет, есть возможность. Есть возможность эту заповедь исполнить. Да, конечно, когда Господь говорит, это не то, что даже, что человек не узнал, которому ты помогаешь, а что бы не узнали окружающие. Тут вопрос, опять же, становится о том, ой, если я кому-то помог никому не рассказывать, тоже, Господь говорит, познается древо по плодам. Если ты взял, рассказал, это только других уязвило, если ты только погордился, свое тщеславие согрел, а раз тщеславие согрел, то, в принципе, и зачем дальше помогать, то есть доброе дело остановилось, ты уже в следующем месяце не помог там, то, значит, увы, печально ты сделал неправильно. И вот Господь говорит об этом. Если же ты все-таки берешь, кому-то что-то рассказал, кого-то сподвиг, кого-то пригласил, даже, потому что лучше всего сподвигать не словом, а примером своим на доброе дело. И если ты от гордости ушел, смирился, извинился и, наоборот, еще потом помог, ну, может, уже в первый раз помог, всех созвал, и люди помогают, а второй раз уже зачем об этом говорить? Люди и так уже вслед за тобой взяли хороший пример. Уже можно помолчать. И для этого есть очень важный стимул, который есть в этом стихе, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Дальше Господь вот тоже без контекста, конечно, не обойтись, говорит, что вот, да, там, те, кто берут, молятся, прилюдно, вот фарисеи любили, они получают уже награду свою. Те, кто вот берут и получили какую-то награду за свои добрые дела, уже получили ее награду здесь. Эта заповедь, она, как раз мы много говорим о том, что все-таки Евангелие, оно не о справедливости, а любви, но божественная справедливость тоже есть. Господь всегда готов нас вознаградить. Он очень хочет нас вознаградить, он нас любит, и уж тем более, если мы делаем какие-то правильные шаги по спасению своей души, то как же без награды нам остаться? Просто если мы берем и вот, ну, представить, что это есть какой-то там банковский вклад, и мы его отложили не на год, а на 10 тысяч лет. Ну, просто земная жизнь человеческая столько не длится, а, предположим, ну, там до страшного суда там 10 тысяч лет или миллион лет. И вот мы взяли, вложили доброе дело, а за него награду не получили. А потом представьте, ну, какой будет процент. Это не значит, что, ой, когда там Господь приедет. Для Бога один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. В данном случае эта иллюстрация, она не то, что измеряет сроки пришествия Христова, а дает нам возможность задуматься о том, что если сейчас нас никто не поблагодарил, не похвалил, если гордость наша не была, в нее залита очередная порция масла, и что вот наша душа стала на фоне добродетели, на фоне доброго дела, на фоне милостыни, на фоне милости полыхать огнем страстей, то для нас это только лучше. Не только потому, что вот как-то это город нам помогает преодолевать, а просто потому, что Господь награду нам даст чуть попозже, но чуть-чуть побольше. Кроме того, очень важно, что Господь говорит не то, что вот не будет наград от Отца Небесного, что и награды не будет вообще. Нет, от кого-то будет, люди похвалят. Человек, которым ты помог, он будет тебя хвалить, он будет тебе как-то льстить, он будет там как-то даже, может, не льстить, не открыто, а так как-то очень суважительной, так тебе вот сразу не зря, с интересом смотришь, вот ты как-то там проявил, и тебе приятно, люди там поздравляют тебя, люди тебе там обращаются, там как-то уважительно спрашивают мнение по твоему какому-то вопросу. Увы, увы, но тогда это получается уже не милосердие, не милостынье, не то, что ты даешь, это получается торговля, получается обмен. Ты вступаешь в торговые отношения, ты берешь и покупаешь себе какой-то почет, уважение, какое-то удовольствие. Для, конечно, для человека, вот мы тоже говорим, что все-таки в современном мире есть технологии, которые позволяют легче эту заповедь выполнять. Но, с другой стороны, да, есть другие искушения. Как раз модель потребления, рыночных отношений, что все там должно оплачиваться. Нет, Господь говорит, что радуйтесь и веселитесь, это яко награда ваша много на небесе. И поэтому мы тоже, если кому-то помогли, это не значит, что мы должны из-за этого как-то печалиться. Мы, тут важно очень тонкую грань провести. Мы можем отделиться от гордости, но не должны отделиться от радости. Милостыня должна приносить нам удовольствие? Должна. Но Господь, наоборот, подсказывает нам. Он не говорит, ой, ты сейчас потерпи, даже когда даешь милостыню, не бери награды, чтобы никто не знал, а потом когда-то, ну вот батюшка так бестолково начал толковать, вот когда-то награда тебе появится. Нет, Господь готов нам дать и дать награду от Отца Небесного, потому что награда от Отца Небесного не только в будущем веке. Будущий век с нынешним в евангельскую эпоху соединен. Вот эта фраза из заповеди блаженства, радуйтесь и веселитесь, я комсда ваше много на небесах, радуйтесь сейчас, потому что награда уже потом, она правда радость сердца свеляет. И поэтому попробуйте, попробуйте вот правда помогать, никому ничего не сообщать, и даже там может гордостью чуть-чуть отравляться, но все равно появится и чистая радость сердца. И эта радость, это не когда-то она в Царстве Небесном будет, она же сейчас. И самое главное, что даже ты, может, помог, порадовался, а потом и у самого, там, может, раз деньги закончились, с работы уволили, накопления сгорели, все пропало там, а все равно радость сердца осталась, что ты стольким помог. И это вот эта радость, это, потому что люди, для чего они все-таки стараются? Там и деньги зарабатывают, и там какой-то статус в обществе покупают за эти же деньги, в том числе через благотворительные проекты. Ну, охота быть чуть более счастливым. А христианину ничего не нужно изобретать, потому что Господь готов, Отец наш Небесный готов нам дать награду. Готовь нам награду дать уже сейчас. Мы от доброго дела, от милостыния, от милосердия, от помощи ближнему получаем радость уже сейчас. А потом мы приходим на Страшный суд, а там уже двойная радость, там Царствие Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok